20 минут и не секунда и больше скорой помощи установили скоростной норматив прибытия к пациенту, причем показатель не какой-нибудь условный. Он прописан в краевой программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Документ членам правительства представила сегодня замминистра здравоохранения края Наталья Перевалова. Доезд скорой медицинской помощи в пределах городского нашего округа не должен превышать 20 минут. А если превысил? Значит, если превысил, проводится детальный анализ обеспеченности автомобильным транспортом, санитарным транспортом в частности, объем вызывов на данный момент времени, то есть полностью работа диспетчерской службы. Грубо говоря, если выяснится, что скорая опоздала к пациенту из-за того, что в это время все врачи были на расхват, то наказывать никого не будут. И чаще всего так и происходит. Читинские форумы захлебываются от негодования. Кто-то ждал доктора час, кто-то два, а кто-то и вовсе не дождался. Но найти крайних задача почти невыполнимая. В Краевом центре задержки объясняют пробками, в районах, расстояниями. Хотя кроме объективных причин всегда находятся и субъективные. Члены президентского совета, которые месяц назад побывали в Забайкале с проверкой, услышали немало жутких историй. Мы выявили три системных случая, когда в удаленные регионы скорая помощь выезжает плохо. В поселок Халбон Шилкинского района население 5000 человек. Скорая помощь выезжает только до 17 часов вечера. Станция Гангота, военный городок, 700 человек, 102 километра от города Читы. Женщины в тяжелом состоянии вызывают скорую помощь. Ей говорят, извините, ехать до вас слишком далеко. Мы к вам не приедем. На следующий день дочь ее доставила. Члены Забайкальского правительства вряд ли ожидают скорую часами за представленную Минздравом программу. Госгарантии голосовали единодушно. И дело не только в скоростном нормативе для бригад 03. Понравилось чиновникам и то, что ожидание участкового врача-терапевта в амбулаторных условиях теперь не должно превышать 24 часов, а диагностические исследования – двух недель. Почувствуют ли на себе действия программы рядовые Читинцы, покажет время. Что-то кардинального сейчас ожидать, я хочу сказать, кардинальных изменений по данной территориальной программе государственных гарантий было бы, наверное, амбициозно так вот заявить, потому что финансирование, собственно говоря, сохраняется на уровне прошлого года. Мария Машанова, Константин Васильев, ЗАПТ-ТВ.